Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И побывал я на конференции, очень интересной, важной. Много людей собралось, человек 50, наверное, было. Обсуждали причины и проблемы различных отраслей деятельности человека, связанных в той или иной мере с потенциально опасными видами деятельности, как в производственной, так и какой-то в транспортной. То есть это основные краеугольные моменты производства, транспорт, где происходят какие-то проблемы, какие-то недопонимания, какие-то трудности в том, почему вдруг случается ЧП, будем так говорить условно, не вдаваясь в подробности. Итак, конференция. Итогом конференции явилось признание того факта, что причиной 70-80 случаев чрезвычайных происшествий и нарушений в работе потенциально опасных, обратите внимание, производств, прежде всего речь шла об атомном производстве, не является человеческий фактор. Каждый год на каждой атомной станции, я это знаю точно, происходят 2-3 чрезвычайных останова, 2-3 сбоя в работе производства. Ежегодно всего в России 10 атомных станций, строится 11-я, и соответственно на каждой из них в год происходят относительно более или менее значимые, существенные, опасные сбои в этих функционировании, этих производств. И по оценке специалистов, проблемы этих производств 70-80 причин чрезвычайных ситуаций связаны с человеческим фактором. Кто-то не углядел, кто-то значит слишком быстро кнопку нажал, преобладали процессы возбуждения над процессами торможения, сначала не подумал, а сделал, оказалось, что сделал неправильно, и это проблема человека, а не производства, не техники как таковой. Соответственно, человеческий фактор был признан на этой конференции как основной фактор нарушений и создания чрезвычайных ситуаций. Остановы происходят на атомных станциях 2-3 раза в год на каждой. Сами можете перемножить 10 на 2, на 3 и, соответственно, понять, чем мы с вами рискуем. Конечно, этой остановы не уровня чернобыльской катастрофы 1986 года, но, тем не менее, где гарантия того, что вновь это может не случиться. Соответственно, от чего зависят причины, было установлено человеческий фактор в 70-80% случаях. И тут, для пояснения, поскольку на конференции присутствовали и люди из транспортной сферы, это железнодорожный транспорт, авиаперевозки, автотранспорт, прежде всего, здесь я привел пример, опять же, озвученный на этой конференции, по поводу гражданской авиации. «Установлен и доказан факт из доклада ИКАО Международной организации гражданской авиации по данным на 2012 год и признан тот факт, что в гражданской авиации в 75% случаев инциденты связаны с неправильными ошибочными действиями экипажа». Это цитата из вот этого доклада ИКАО от 2012 года. Привел я эти цифры, эту цифру, как пример. Здесь речь шла об атомных производствах и связанных с ними других опасных производствах. Это касательно атомщиков 70-80%. Здесь авиаторы. 75% неправильное действие экипажа. Человеческий фактор определяет, не машина попадает в аварию как таковая, не самолет сам по себе падает, а именно человек, инженер, обслуживающий персонал, как в авиации, авиаперсонал, летчики. Они причиной того, что случается какое-то ЧП. Кто-то не докрутил гайку, кто-то не зарядил аккумулятор, кто-то, как, допустим, разработчик, неправильно что-то рассчитал, не то продумал, допустил какую-то ошибку. И, соответственно, это все человек. Это не техника как таковая. Не пистолет стреляет, а человек стреляет. Не самолет падает, а человек падает. Вернее, группа людей. Кто виноват в этом случае, это отдельный разговор. Но, тем не менее, ни у кого не вызывает сомнений, у моих коллег в частности, что человеческий фактор в 70-80 случаях определяет все. На этом я заканчиваю. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь под нашим видео. Заходите в группу ВКонтакте. Задавайте мне вопросы по электронной почте. Отвечаю всем и всегда. И удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok